Я беру, получаю от кого-то какой-то подарок, и я не совсем пользуюсь, не умею оценить этот подарок и не по-настоящему наполняю себя этим. Это не значит, что ты получил этот подарок, если ты его не можешь оценить. Это значит, что ты не получал его. Я тебе что-то дал, и ты от меня что-то взял, и это еще не значит, что ты принял. Получением называется получение удовольствия. Да, но я вам доставил удовольствие от того, что я принял у вас. Нет, ты не можешь мне доставить удовольствие, если ты сам не наслаждаешься. Я наслаждаюсь, потому что я вам доставил удовольствие. Нет, такого не может быть, если ты не заполняешь свои килим, если у тебя нет желания к тому, что ты получил. Вот это как раз и вопрос. Обязан ли я получать наслаждение от этого наполнения, если я в сокращении? Да, конечно, ты раскрываешь свои килим и получаешь. Как ты можешь, не получая, доставить удовольствие мне? Ведь если я отдаю тебе, я чувствую твой килим во всю глубь. Насколько ты наслаждаешься, я чувствую твое наслаждение еще больше. Все мое наслаждение в том, что я нахожусь в тебе, и чувствую это наслаждение в тебе. И разница между нами умножает удовольствие в моем ощущении и относительно твоего ощущения в 620 раз. Почему намерений ради отдачи всегда больше? Потому что ненависть между нами превращается в любовь. И это Кли, его авиют, называется в 620 раз больше. И действительно, я не понимаю, как может быть такое, что я приму, получу что-либо от кого-то, без того, чтобы получать удовольствие? Как может быть такое, что я дам кому-то удовольствие, потому что самому насладиться? Мы же все килим получение. Все мы килим получение. У нас нет отдачи. Отдача — это только творец. Мы можем передать что-либо кому-либо только за счет ощущения удовольствия. И только.